Эта трагедия оставила глубокий след в сердцах близких. Каждая потеря это не только утрата для семей, но и для всей страны. Родные погибших пограничников благодарны за то, что их не забывают и продолжают чтить их память. О важности таких мероприятий и надеждах на будущее рассказала сестра одного из погибших. Прошло 15 лет и я хочу выразить огромную благодарность пограничникам за то, что помнят и пригласили нас. Тогда погибло 10 человек, у всех были семьи. Выражаю свои соболезнования, желаю всем долгой жизни и чтобы мы встречались только по хорошим поводам. Пусть в стране будет мир, главное сохранять терпение, ведь все в руках Аллаха и мы принимаем его волю. Надеюсь, что в Казахстане будут развивать технику безопасности. Самолеты не взрываются просто так. Это вероятно было связано с технической неисправностью. Хотелось бы, чтобы это улучшили в будущем. Пусть молодежь защищает и развивает нашу страну. Мы верим в них. Служба на границе всегда сопряжена с риском. И несмотря на все меры предосторожности, опасные ситуации случаются. Военные продолжают нести службу, уверяя в лучшее и стремясь к профессиональному росту. О том, как события повлияли на его жизнь и карьеру, рассказывает один из трех выживших в той авиакатастрофе. Для меня это стал большой урок. Сначала было тяжело, потом я отвлекся на работу. Спасибо руководству за поддержку. Такая служба сопряжена с риском и подобные ситуации случаются. Видимо, это была воля Аллаха. Так должно было быть. Все меры безопасности были соблюдены. Хочется, чтобы в мирное время такие катастрофы не происходили. Желаю всем военнослужащим продолжить свою службу на высоком профессиональном уровне. Пусть наша страна будет благополучной, народ безопасности, а границы крепкими. 8 сентября 2009 года органами КМБ была получена оперативная информация о проникновении на территорию Казахстана вооруженной банды из Узбекистана. На поиски нарушителей границы вылетел вертолет Ми-8 с группой из 13 человек на борту. В Угамском ущелье при выполнении задания вертолет потерпел крушение. 10 человек погибли, трое получили ранения. Расследование показало, что причиной катастрофы стали непредвиденные технические неисправности и сложные метеоусловия. Сегодня их родные коллеги собрались здесь, чтобы почтить их память и выразить поддержку тем, кто продолжает служить. Церемония напоминает о важности безопасности и преданности службе на границе. Минута молчания, как дань памяти и скорби. Со дня трагедии крушения вертолета, на борту которого находились военнослужащие пограничной службы, прошло 15 лет. Родные и близкие говорят, никогда не смогут смириться с болью утраты. Память о трагически погибших бойцах живет в их сердцах. 10 пограничников, включая капитана Мирамбека Маханова и старшего лейтенанта Самата Раскалиева, отдали свою жизнь за родину. 15 лет спустя родные и коллеги собрались, чтобы почтить их память и подчеркнуть важность службы и безопасности. Эта трагедия напоминает нам о мужестве пограничников и их преданности делу.